Здравствуйте! В эфире новости на CBC в студии Медина Гурбанова и в начале коротко о главных событиях к этому часу. На фоне безразличия Европейского Союза, длившейся на протяжении почти 30 лет военной агрессии Армении в отношении Азербайджана, политики этнических чисток и преступлений против человечности, обвинения, выдвинутые против Азербайджана верховным представителем ЕС по политике безопасности Джозефа Борреля, являются совершенно неадекватными и неприемлемыми. Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана. В Латчин отправились еще 10 семей в составе 40 человек. Таким образом, в городе будет обеспечено постоянное проживание 325 семей или 1245 человек. Перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Италией в военной, военно-технической и военно-образовательной областях были обсуждены в ходе встречи министров обороны двух стран. В следующем году в Турции начнется процесс дезинфляции. Благодаря проводимой фискальной политике, сокращению бюджетного дефицита и объема государственного долга, сейчас Анкара приглашает инвесторов в промышленность, в том числе и стран Присыдского залива. А теперь подробнее. Президент Азербайджана Ильха Малиев сегодня принял министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиза Кудратова. Стороны отметили важность взаимных визитов и встреч глав обоих государств с точки зрения укрепления стратегических отношений. Лазиз Кудратов отметил, что узбекский народ с гордостью наблюдал за военным парадом, посвященным третьей годовщине победы в Отечественной войне в городе Ханкенди, подчеркнув, что восстановить историческую справедливость стало возможным благодаря успешной политике, решимости и твердой воле президента Азербайджана. Также в ходе диалога была подчеркнута важность совместных проектов в промышленности, сельском хозяйстве и других областях. Состоялся обмен мнениями по углублению промышленного сотрудничества, торгово-экономических и транспортно-логистических отношений. ЕС рассматривает возможность оказания помощи Армении из Европейского фонда мира и визовой либерализации для граждан страны. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам заседания глав МИД ЕС в Брюсселе заявил глава европейской дипломатии Джозеф Боррель. Прозвучали необоснованные обвинения и угрозы в адрес Азербайджана. В частности, Джозеф Боррель заявил, что Евросоюз дал четкий сигнал Баку, что любое нарушение суверенитета и территориальной целостности Армении будет неприемлемо и приведет к суровым последствиям для двусторонних отношений. Министры Совета также договорились пригласить министра иностранных дел Армении Арарата Мирзаяна принять участие в следующем заседании Совета ЕС в Брюсселе. Обвинения, выдвинутые представителем ЕС, которые не приняли никаких шагов, чтобы побудить Армению действовать в соответствии с нормами и принципами международного права, представляют угрозу территориальной целостности и суверенитету Азербайджана. Об этом говорится в совете ответе МИД Азербайджана на заявление Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Джозефа Борреля. В МИД напомнили, что на суверенных территориях Азербайджана была 44-дневная война, проведены 24-часовые антитеррористические мероприятия в сентябре текущего года, и Азербайджан легитимными методами восстановил свой суверенитет в рамках норм и принципов международного права. В период, когда страны-члены ЕС страдают от тенденций агрессивного сепаратизма, попытки внешнеполитического ведомства ЕС разжечь сепаратизм на территории Азербайджана являются источником серьезной обеспокоенности, подчеркивается в заявлении МИД. В рамках официального визита в Марокко министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу со своим марокканским коллегой Нассером Бурритой. Встреча состоялась в Рабате в рамках второго заседания совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между странами. Во время встречи между главами внешнеполитических ведомств, которая затем продолжилась в расширенном составе, с участием делегаций с обеих сторон. В рамках встречи состоялся обмен мнениями о сотрудничестве между Азербайджаном и Марокко в двустороннем и многостороннем форматах, а также по региональным вопросам. Была подчеркнута важность проведения политических консультаций между Министерствами иностранных дел с точки зрения дальнейшего обогащения политического диалога между двумя странами. Со стороны министров отмечалась поддержка, которую Азербайджан и Марокко оказывают друг другу в вопросах суверенитета и территориальной целостности друг друга. Были также обсуждены возможности расширения сотрудничества с Марокко в экономической, торговой, инвестиционной и других сферах. В заключение были подписаны двусторонние документы, охватывающие сферы энергетики, логистики, защиты окружающей среды, а также протокол второго заседания комиссии. В ходе визита Джейхун Байрамов также встретился с председателями обеих палат парламента Марокко. Глава МИД Азербайджана выразил удовлетворение нынешним уровням дружественных отношений и партнерства между двумя странами. Коснулся перспектив развития межпарламентских связей и подчеркнул важность активизации деятельности группы дружбы Марокко-Азербайджан и межпарламентской контактной группы. Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов, находящийся с визитом в Объединенных Арабских Эмиратах для участия в международной выставке «Дубай-Арешоу-2023», встретился с министром обороны Италии Гвидо Крозетто. На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Италией в военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес. В соответствии с поручением президента Азербайджана Эльхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Лачин. Очередная группа переселенцев была отправлена из жилого комплекса «Губу-Парк-3» в городахском районе столицы. На этом этапе в город переселились еще 10 семей в составе 40 человек. В Лачине переселенные семьи будут размещены в домах, в которых они в свое время жили, и которые после оккупации были восстановлены или заново отстроены по указанию главы государства. Тем самым обеспечено постоянное размещение в городе Лачин 325 семей, то есть 1245 человек. Слава Богу, что мы увидели освобождение наших земель от оккупации. Да упокоит Бог души героев, отдавших жизни за территориальную целостность Азербайджана. Желаю здоровья нашим солдатам и офицерам. Сегодня благодаря им возвращаемся на родные земли. Я очень рад, но мне трудно выразить свои чувства словами. Понять нас могут люди, тоскующие по своему дому. Мне было 47 лет, когда я стал вынужденным переселенцем из Лачина. Сегодня, в возрасте 77 лет, я возвращаюсь в места, где родился и вырос. Сейчас я с радостью возвращаюсь в свой родной город, который покинула в 40 лет. После освобождения Лачина мне не терпелось вернуться туда. Это было моей самой большой мечтой. Хочу выразить благодарность Верховному Главнокомандующему, подарившему нам эту радость. Я преклоняю голову перед всеми героями, которые освободили наши земли. К другим темам. После начала Палестино-Израильского конфликта 91% учащихся еврейского происхождения во Франции столкнулись с проявлениями антисемитизма. В последние дни эти настроения растут еще сильнее, затрагивая и другие европейские страны, в частности Германию. Французские правоохранительные органы выставили охрану у домов нескольких депутатов парламента еврейского происхождения или поддерживающих Израиль. С начала Палестино-Израильского конфликта за право нарушения антисемитского характера во Франции арестовано 24 человека. Некоторые из них были задержаны с ножами возле еврейских школ. Согласно опросу, проведенному Французским институтом изучения общественного мнения, 91% учащихся еврейского происхождения столкнулись с проявлением антисемитизма. 42% сообщили, что они подвергались словесным и физическим нападкам. В последние дни демонстрации с осуждением Израиля и призывом к насилию в отношении евреев лишь возросли. Кроме того, Хамас призвал устроить во Франции в пятницу день всеобщей мобилизации. В Израиле этот шаг расценили как призыв к нападению на евреев. На фоне всплеска антисемитских действий французские лидеры различных конфессий встретились с Эммануэлем Макроном. После встречи они заявили, что предлагали французскому лидеру пути смягчения антисемитской риторики в стране. Я не хочу участвовать в подсчёте жертв антисемитской политики, которая только набирает обороты во Франции. Я всегда говорил, что ислам — это не религия против других конфессий. Но, к сожалению, столкновения мусульман и евреев учащаются. Я всегда говорил и буду говорить, что антисемитизм не должен исходить от французских мечетей. Меня спросили, сколько мусульман участвовали в антисемитских акциях. Я считаю, что вести подсчёт людей и делить их по национальности и религиозной принадлежности — глупо. Мы должны думать о том, почему происходит раскол общества, и люди пропитываются ненавистью друг к другу. С 7 октября во Франции было зарегистрировано более 100 правонарушений антисемитского характера, в том числе граффити в виде свастики и надписи «Смерть евреям». По словам главы МВД Франции Жеральда Дарманена, надзорные органы получили сообщения о более чем 2000 антисемитских высказываниях в интернете. Похожие настроения набирают обороты и в Германии. По данным немецких властей, в нескольких городах по всей стране были сорваны и уничтожены израильские флаги, поднятые в знак солидарности с еврейским государством. Немецкая газета «Райныши» приводит данные о том, что с начала осени в Германии зафиксировано больше антисемитских преступлений, чем за предыдущие месяцы. В это число входят акты насилия и пропагандистские выступления, такие как изображение нацистской свастики в общественных местах. Подробнее тему растущих антисемитских настроений обсудим с гостем, политическим обозревателем Рауфом Раджабовым. Он подключается к нашей студии. Здравствуйте. Добрый день. Итак, как было отмечено ранее, на фоне вооруженного конфликта между Израилем и палестинским движением Хамас, тревожные ситуации наблюдаются в ряде европейских стран. Вначале хотелось бы поговорить о ситуации во Франции. Вызывают ли удивление такие новости? Ведь мы часто сталкиваемся с тем, что в стране неприязнь к другим нациям поощряется правительством. Дело в том, что во Франции живет очень много мусульман. Ведь надо не забывать, что Франция была одной из колониальных держав. И столетиями французский империализм угнетал, ну как бы это ни, такие слова, термины могут вызывать у кого-то, не знаю, склонную руку, но тем не менее. Тем не менее, после этого, всей этой колониальной истории, миллионы мусульман из Африки, из Ближнего Среднего Востока, из Азии двинулись во Францию. И Франция вынуденно приняла всех этих людей. Но французская государственная власть не сумела наладить именно тот самый диалог по линии различных культур, различных цивилизаций между самими и по линии власти. То есть практически сегодня нет этого пересечения культур, а есть прямое столкновение с цивилизацией, о чем еще говорил Сэймон Хаттингтон в своей небезызвестной книге «Столкновение с цивилизацией». Вот сегодня то, что мы видим во Франции, это именно столкновение цивилизаций. И безусловно, что в этом столкновении ущемляются права, скажем так, слабых, тех, кто менее агрессивен, кто менее настроен защищать свои права локально, но уже силой. Почему? Потому что закон уже не работает. И в данном случае Франция выделяет это тем, что во Франции закон-то не работает. Эти перестановки правительства, это отсутствие обратной связи, фидбэка между правительством, президентом и гражданами различных национальностей, конфессий и культур, только лишь ведет Францию к противостоянию. Именно поэтому-то и увеличивают свою силу правые. То есть правые усиливаются именно на фоне столкновения цивилизаций. Если раньше Марин Липен могла набрать не более 5-7%, далее это уже было 15, 20, 25, 30, то есть Марин Липен не сама по себе фигура, а именно та идеология, которую она представляет. Франция для французов. Понятно, что эта модель, она никак не может быть приемлема для тех десятков миллионов, которые населяют, живут во Франции уже десятилетиями. Поэтому мы видим это столкновение. И в конце этого столкновения нет, потому что нет этой модели. Да, вот с Францией понятно. А как объяснить ситуацию в Германии, стране, которая на протяжении долгих лет пыталась очистить, можно сказать, свою репутацию от фашистского прошлого? Вспыхивают акции, где скандируются антисемитские лозунги. Вот как это можно объяснить? Допустимо ли подобное поведение в современное время? Еще свою бытность канцлером Ангела Меркель, а это было 2010-2011 года, она сделала очень знаменательное заявление. Она сказала, что они проиграли, то есть имелось в виду германские власти, проиграли битву именно по утверждению в стране мультикультурализма. После этого об этом заявил и британский премьер Дэвид Кэмерон. Кстати, он вернулся на должность министра иностранных дел в Великобритании. Но он тоже это сделал заявление именно тогда. Именно уже тогда отсутствовала также эта модель мультикультурализма в германском обществе. Хотя там тоже большие группы общины и турецкие, и других мусульманских стран, и азиатские, и, естественно, еврейская община. Она издревле живет на территории Германии. Но сегодня, как мы видим, те проблемы, которые были в нацистской Германии, холокост, убийство миллионов-миллионов евреев, да, этих насилий нет, но снова-таки мультикультурального общества в Германии также нет. Получилась очень интересная такая картина, что носители неолиберальных ценностей, культурных идеологен, которые представляются другим для утверждения в своих странах, в том числе и на Южном Кавказе, но они не могут эту модель утвердить и трансформировать ее в, скажем так, эффективную модель, в рабочую, работающую модель, чтобы она вовлекала, включала всех и вся, чтобы не шла локализация своих в их обществах. А сегодня, кстати говоря, идет именно локализация. С одной стороны, глобалы, а их процентов всего лишь 10, и локалы, их процентов 90, которые локализуются в отдельно взятом городке, в отдельно взятой, на отдельно взятой улице, в отдельно взятой городишке, в деревне и так далее. То есть идет фрагментация этого большого государственного аппарата, механизма страны, общества, и разделяются они на локалы. И вот эти локалы начинают друг с другом сталкиваться. А они-то представляют различные конфессии, различные этнические группы и различную культуру. То есть в данном случае цивилизационные различия, они сохранились в Европе. Сколько бы ни говорили о том, что есть уже, скажем так, европейская общность. Ее нет. И никто не может доказать сегодня, что есть европейская общность. Почему? Потому что власть поддерживает, мы знаем, какие действия власти, но сотни тысяч митингующих и так далее, и так далее, все-таки говорит об обратном. Этого пересечения культур нет. Кстати, в Азербайджане, что очень отрадно, мы это сумели сделать. Вот это самое одно из наших достижений нашего президента, нашего победителя, нашего великолепного коммуникатора, господина Михаила Малиева. Но они на это смотрят так. Вот тоже это показатель спустя рукава. Почему? Да, действительно вызывает удивление, почему такие страны, как, к примеру, Франция, стремятся научить, как жить другие страны, при том, что у них самих нет и речи о каком-либо мультикультурализме, свободе слова, прав человека. Вот как можно в этих условиях оценить желание той же Франции или ЕС принять участие, стать посредником при подписании мира между Азербайджаном и Арменией? Вот не выглядит ли это как-то нелепо? Вы знаете, ответ имеется, и он очень интересен. Геополитика – это наука точная. И нет ничего относительного и противоречиво, что они делают. И именно это вытекает из тех самых геополитических интересов европейских структур. В данном случае Евросоюз, Совет Европы, Парламентская Ассамблея, ОБЛСЕ. В целом всех международных структур Европы. Они нацелены на то, первое, изменить баланс геополитических сил в Черноморском бассейне, на Кавказе, в Кашпийском регионе и в Центральной Азии. Это сегодня все регионы входят в единое геополитическое пространство. И надо вернуть жесточайшая борьба за то, чтобы управлять, контролировать, модерировать, атеритировать и в конечном счете добиться тех самых интересов, целей, которые закладываются. Но второе, делаешь это руками Армении. То есть 3 марта текущего года армянский премьер Пашинян, выступая в Берлине, когда он встречался и с Канклером, и с президентом Федературной Азии Германии, он заявил, что Армения должна не проиграть и при подписании. И подписание договора не должно выглядеть капитуляцией Армении. И вот сегодня, я имею в виду после 3 марта, все действия европейских структур направлены на то, чтобы транспортировать проигравшую сторону в одного из победителей. Вот, что имеется в виду. Именно в одного из победителей, потому что не может быть конфигурации победителя и победителя. Есть конфигурация итогов войны, я имею в виду отечественную 2020 года. Там не может быть, чтобы две страны победили. Почему? Потому что одна страна была оккупантом, оккупировавшая территорию Азербайджана, а другая освободила свои территории. Но для европейцев этой модели нет. Они не рассматривают Армению как бывшего оккупанта, как страну бывшую, агрессивную, захватившую 20% азербайджанских территорий. Этого нет. А Боррель призывает к тому, чтобы признать сегодня территориальную целостность Азербайджана и Армении в пределах тех самых условных границ. Нет процесса делимитации, демаркации. Нет подписанного договора. Но уже Боррель призывает. Почему? Потому что он понимает, что Армения должна будет отказаться как минимум от 8 пока на сегодняшний день оккупированных поселений. 7 Казахского района, 1 Наххиланская автономная республика. Но Армения не желает этого не потому, что она не желает, а Европа должна контролировать за Ингизуцкий коридор. Евросоюз выделил, но не дал Армении 2 миллиарда 600 миллионов евро с 2021 года. Почему? А потому что вопросы реализации этого за Ингизуцкого коридора по сей день не решены. И Евросоюз давит, пытается вернее давить на нашу сторону, чтобы Азабуцин подписал мирный договор в Брусселе. Но не в соответствии с пятью принципами, которые были заложены азербайджанской стороной. Это универсальные пять принципов в соответствии с международным правом. Они уже около двух лет находятся на столе. Но ни Армения, ни Евросоюз их не рассматривают. Они рассматривают совершенно другие принципы, которые в какой-то степени могут нарушать интерес Азербайджана. Вот о чем идет речь. Поэтому естественно, что принцип победитель победитель это везет в тупик. Это не перекресток мира, о чем говорит Пашинян и о чем говорят его кураторы, которые являются авторами этой самой так называемой модели. Им нужен именно тот перекресток, где они будут контролировать и управлять. Но энергетический, логистический хаб это Азербайджан. И другая сторона этим хабом быть не может и не будет. В этом заключается наше различное видение и подходы к тем самым вопросам, которые сегодня на повестке дня. Из этого исходят наши противоречия именно из того, что только лишь 3 плюс 3. Вот эффективнейшая модель, где страны региона могут и должны решить свои имеющиеся проблемы. Туберинская площадка или грузинская площадка, где Азербайджан, Армения при посреднистве Грузии могут и должны подписать минный договор в регионе. Армения при ну скажем так участии европейской стороны не желают использовать билистскую площадку, эту билистскую платформу, а она эффективнейшая. Так это нельзя не видеть. Все все понимают, все и все по ним видят, но интересы наши расходятся именно в долгосрочной перспективе. И отсюда исходит намерение вооружать до зубов Армению. Да, к слову, о вооружении беспокоенность вызывает и последние действия Франции, которые подписала договор с Арменией о вооружении Еревана. Вот как можно оценить эти действия? Возможно ли связь между последними заявлениями Борреля и действиями Франции? Вот на что нацелена Европа сейчас? Ну, вы ставите очень важное, один из важных вопросов, как и предыдущие. Дело в том, что, ну, если страна взяла на себя миссию посредника, она уже не имеет ни морального, ни тем более юридического права оснащать, вооружать одну из сторон, которые находятся де факто, де юре в состоянии войны, потому что мирного договора граница-то условная, делимитата, демаркации нет. Следовательно, Франция должна была осторожно подойти, а Европейский союз должен был отдергнуть Париж, чтобы не сметь этого делать, не навредить. Это европейский универсальный принцип, но Европа отказалась от своего же принципа не навредить. Париж предоставляет, да, правда, эти боеметранспорты, средства, они не являются каким-то уникальным средством, которое бы, к примеру, гипотетически нельзя было бы решить на том или ином театре военных действий. Абсолютно нет. То есть, эти средства для Армении не нужны, тем более, что Украина отказалась от них по одной простой причине, что они не выдерживают ударов противотанкового оружия и так далее, и так далее. То есть, они неэффективны. Они были изготовлены для французского спецназа, который ведет боевые действия в Африке. Но там климатические условия совершенно иные, нежели на Южном Капкаде. Но сам факт, сам факт проведения совместных учений Армении, Южного Кипра и Греции, сам факт, а он буквально проводился 6 ноября по 10 ноября текущего года, сам факт уже участие какого-то косвенного Североатлантического Альянса в этих вопросах. То есть, сам факт, факты говорят о том, что они идут совершенно не в том направлении. Сегодня нужно не тянуть кого-то Бруссель, кого-то Вашингтон или кого-то в Москву. Сегодня нужно всех, скажем так, пригласить в Белиси и урегулировать наши отношения к Грузии, в Белиси. Один на один. Это была американская модель. Но американцы тоже от нее ушли и присоединились к бруссельскому нынешнему этапу ведения переговоров. Вот эта обреченность, что решает обреченность всей этой стратегии. Потому что Азербайджан купит буквально за 1 миллиард 200 миллионов систему ПРО противовоздушной обороны Барак МХ за 1 миллиард 200 миллионов. Военный бюджет Армении составляет именно эту самую цель. Что, как может Армения конкурироваться с Азербайджаном, это невозможно. Даже в долгосрочной перспективе на ближайшие 30 лет. бюджет Азербайджана 20 миллиардов долларов, а Армянский 6,5. Совершенно иные весовые показатели, силы разные. Азербайджан наращивает свой ВВП. Наши макроэкономические показатели совершенно высочайшие. Это не могут быть, никогда они не сравняются с Снайом. А для чего тогда все делается Европа? Зачем? Франция готовится еще продать ряд наименований по вооружению. Они тоже не способны изменить баланс между Азербайджаном и Армейей. Но они будут негативно влиять на переговорный процесс. Негативно. то есть выходит что Европа Бруссель Париж хотят негативного состояния переговорного процесса. Следовательно они не хотят подписания мирного договора о чем говорит Боррель о чем говорит Шармише о чем говорят другие политики европейские. Следовательно они совершенно находятся в каком-то другом нереальном мире. Но Азербайджан предлагает конкретные прагматические практические вещи. Пять принципов которые заложены в этот самый проект договора. И нужно их подписывать. Но никто из наших партнеров на Западе не заикается о том не призывает Армению к тому чтобы подписать в соответствии с пятью заметьте никто не сказал что эти принципы плохи что они не соответствуют международному праву. Абсолютно этого нет. Они соответствуют. Но они этого не делают. Выходит что не двойные стандарты нет. А именно сегодняшние скажем так сиюминутные интересы выкинуть одного из геополитических акторов с Южного Кавказа. Но господа но никто не может выключить те страны которые задействованы на Южном Кавказе. Этого невозможно сделать. Мы хозяева своего региона я имею ввиду и Азербайджан и Турция. Вы посмотрите что хотят сделать. Хотят открыть даже в односторонном порядке границу с Турцией для того чтобы надавить на Турцию и Турция открыла границу с Арменией. Но этот вариант тоже не проходит. То сегодня делается все для того чтобы около переговорными процессами решить сиюминутно и взять под контроль всю ситуацию и перейти на Азербайджан вовлечься во внутрополитические события в Азербайджане и изменить ситуацию в Азербайджане. Это уже очевидно для всех. Что Грузия Армения Азербайджан идет работа над этим. Но это никак не относится к нам. Да господин Раджабов действительно альтернативы миру нет. Большое вам спасибо что подключались к нам. На прямой связи со студией был политический обозреватель Рауф Раджабов. Продолжаем выпуск. Боевики Хамас потеряли контроль над сектором газа. Такое заявление сделал министр обороны Израиля Йоаф Галланд комментируя продвижение израильской армии по территории палестинского анклава. Он также заявил, что армия обороны Израиля продолжает действовать в секторе газа в соответствии с первоначальными планами и в последнее время усилила атаки на тоннели Хамас. Тем временем в Хамас заявили о возможности обмена заложниками взамен требуя перемирия. Подробности в следующем материале. Палестинское радикальное движение Хамас заявило, что готово отпустить около ста заложников, удерживаемых в секторе газа, список которых представил ему Израиль при условии прекращения огня, необходимого для определения местонахождения некоторых из них. Однако в Израиле не готовы к подобному шагу. Премьер-министр этой страны Бенемини Таняху во время посещения военных заявил, что никаких перерывов быть не может и что израильская армия должна обойти до конца. Как отметил глава израильского правительства, главная цель этой войны для страны это победа, что подразумевает полное уничтожение Хамас. У нас наблюдаются обстрелы на севере, вы это знаете. За этими обстрелами на севере стоят те, кто думают, что они могут расширить атаки на наши силы и против гражданского населения. Но это игра с огнём. Нашим ответом будет гораздо более сильный удар. Пусть они не испытывают нас, потому что мы показали лишь небольшую часть нашей силы. Любой вред, причинённый нам, обернётся против них самих. Кроме того, по данным израильской разведки, в тоннелях под детской больницей Рантиси в секторе газа удерживались израильские обнародованы официальным представителем армии обороны Израиля Даниэлем Хагари на Брифинге. Он представил материалы, доказывающие, что под детской больницей в секторе газа находится террористическая инфраструктура Хамас. Система жизнеобеспечения туннелей была подключена к электрической системе больницы, что обеспечивало вентиляцию воздуха под землёй. Хагари продемонстрировал фотографии и видео, на которых запечатлены туннели боевиков. Также общественности были продемонстрированы из маленьких заложников. «Хамас создал место, изолированное от остальной больницы. В одном из помещений мы обнаружили оружие, пояса смертников, взрывные устройства, РПГ-снаряды. Это помещение должно было использоваться как бомбоубежище для больных детей, но оно было превращено в склад Хамаса. Здесь хранилась взрывчатка, что подвергало опасности всех вокруг». Хамас, в свою очередь, а также руководство больницы в Газе отрицают, что медицинские учреждения использовались для военных целей. Но последнее заявление Израиля Хамас комментировать не стал. По данным Израиля, всего погибли 1200 израильтян. Около 240 человек были взяты в заложники и увезены в сектор газа. По последним данным подконтрольного Хамас Минздрава Газа, в результате израильских атак погибли более 11 тысяч человек, из которых более 4,5 тысяч дети. Независимого подтверждения этим оценкам нет. Беновща Назарова, Киев представит моя коллега Анастасия Панарина. В Азербайджане внесены изменения в перечень объектов важного значения и жизнеобеспечения подлежащих охране в стране. Соответствующее постановление подписано накануне премьер-министром страны Али Асадовым. Согласно документу, в данный перечень включены Сарксанское и Суговушанское водохранилище. Между тем, по данным местных СМИ, в течение одного-двух месяцев планируется сдать в эксплуатацию гидроузел Газголосы между Ираном и Азербайджаном. Мощность гидроузла составляет 65 миллионов кубических метров. Отмечается, что после этого две страны будут ежегодно использовать 2 миллиарда кубометров воды. Между Бакинским портом и Национальным агентством портов Марокко подписан меморандум о сотрудничестве. Документ оговаривает укрепление сотрудничества и партнерства, учитывая роль и стратегическое значение портов в развитии двух стран. Ожидается, что соглашение будет способствовать развитию сотрудничества между портовыми институтами во многих областях, в том числе в развитии портовых операций, логистики, управления терминалами, инфраструктуре, обмене опытом и защите окружающей среды. Меморандум подписали генеральный директор Бакинского порта Талех Зиядов и генеральный менеджер Национального агентства Марокко Надия Лараки в ходе совместной комиссии по двухстороннему сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Королевства Марокко. Северная Македония до конца года начнет работу над проектом нового газопровода. Он соединит ее хранилище с трансадриатическим трубопроводом и терминалами жиженного природного газа в Греции. Об этом заявил премьер-министр республики Демитар Кавачевский в ходе Венского экономического форума. По его словам, это важный шаг в реализации энергобезопасности страны. Мы работаем над стратегическими проектами совместно с соседними странами, особенно с Грецией, и до конца года начнем реализацию проекта нового трубопровода, который позволит Северной Македонии подключиться к трансадриатическому трубопроводу, терминалам сжиженного природного газа в Ревитусе, а также новому терминалу, который будет построен в Александрополисе. Это обеспечит энергетическую независимость и диверсификацию источников энергоснабжения страны. В 2022 году началось сооружение плавучего терминала сжиженного природного газа в городе Александрополис. Новый терминал должен начать функционировать к концу текущего года, и его мощность составит 5,5 млрд кубометров газа в год. Действующий терминал на острове Ревитусе расположен к западу от Афин. Организация стран-экспортеров нефти повысила прогноз роста потребления нефти в текущем году до 102 млн. 100 тыс. баррелей в сутки. Это связано с тем, что рост мирового спроса на нефть в последнем квартале казался лучше, чем ожидалось. На 2024 год потребление останется на уровне 104 млн. 300 тыс. баррелей в сутки. Отмечается, что спрос на нефть оказался выше в странах, не входящих в организацию экономического сотрудничества и развития. ОПЭК ожидает сильного роста потребления в странах Северной и Южной Америки на фоне роста спроса на керосин и бензин. Прогнозируется, что основными драйверами роста в текущем году будут США, Бразилия, Норвегия, Казахстан, Гаяна и Китай. При этом ОПЭК указывает на сохраняющуюся до конца года неопределенность, связанную с погодными условиями и экстренными ремонтными работами на шельфе. По мере расширения сотрудничества между Турцией и странами Персидского залива действует экономическая взаимодополняемость. Об этом заявил министр казначейства и финансов Турции Мехмед Шемшек на экономическом форуме Совета сотрудничества стран Персидского залива и Турции в Стамбуле. Министр представил информацию о турецкой макроэкономической политике и программе структурных реформ. Шемшек подчеркнул, что Турция предлагает привлекательные возможности для инвесторов. Это связано с сильной промышленной инфраструктурой, молодым населением, развитой транспортной сети и выгодному геополитическому положению, близкому к основным рынкам и потенциалу роста. В связи с этим странам-членам Совета выгодно сотрудничать с Турцией для диверсификации своих экономик. Турция обладает передавыми возможностями в обрабатывающей промышленности благодаря богатому разнообразию производства и находится в критически важной точке для доступа к рынкам Европы и Центральной Азии. Страны Персидского залива с другой стороны имеют ограниченное разнообразие производства в промышленном секторе, несмотря на профицит счета текущих операций и развитую инфраструктуру. Новые модели, которые расширят сотрудничество между странами, такие как соглашение о свободной торговле, будут способствовать диверсификации производства стран залива, наращиванию взаимной торговли и инвестиций, а также увеличению отраслевого потенциала, особенно в туризме и строительстве. Нормализация денежно-кредитной политики Турции в рамках новой политики, где борьба с инфляцией является приоритетом, поддерживается взвешенными мерами кредитного и количественного ужесточения. По словам министра, в следующем году начнется процесс дезинфляции. Турция с прошлого года проводит дисциплинированную и фискальную политику и добилась значительных успехов в сокращении бюджетного дефицита и объема государственного долга, сообщил ШМШЭК. Снижение дефицита текущего счета ожидается в результате шагов, предпринятых по восстановлению баланса экономики, нормализации импорта золота, а также деятельности по добыче природного газа и сырой нефти. Сохранение высоких доходов от туризма будет способствовать этому процессу. Отношение дефицита к национальному доходу, которое, как ожидается, снизится до 4%, в 2023 году планируется на уровне 2,3% в конце периода действия программы. Наряду с ростом доверия к нашей стране мы видим отражение и улучшение возможностей внешнего финансирования в укреплении резервов. В последнее время при обострении глобальных проблем важно провести структурные реформы для повышения устойчивости страны к потрясениям. Предусмотреть возможность финансирования инвестиционных проектов теплоэлектроцентрали предлагает Министерство энергетики Казахстана. В рамках краткосрочных мер по ТЭЦ с высоким уровнем износа, которые не подлежат модернизации, предлагается заключать на трехлетний период инвестиционные программы капитальных ремонтов оборудования. Это позволит до ввода новых мощностей поддерживать ТЭЦ в рабочем состоянии. Среднесрочные меры предполагают изменение условий отбора инвестиционных проектов в части обязательств собственников по реконструкции и расширению мощностей ТЭЦ. Главными критериями для инвесторов станут уменьшение уровня износа, сокращение собственных расходов предприятия, снижение расходов топлива и внедрение наилучших технологий. По итогам текущего года в Казахстане ожидается рост валового внутреннего продукта на уровне 5%. Об этом заявил министр национальной экономики Алибек Куантыров президенту Касымжу Марту Токаеву. Согласно отчету о предварительных итогах к социально-экономическому развитию страны с начала года за первое полугодие прямые иностранные инвестиции достигли 13,3 млрд. Годовая инфляция снизилась вдвое почти до 11%. Алибек Куантыров сообщил, что доля малого и среднего бизнеса ВВП достигла рекордных 36,5%. Также глава государства был проинформирован, что для сокращения проверок бизнеса будет внедрена новая регуляторная политика. Вводится реестр обязательных требований и автоматизация системы управления рисками. Министр представил информацию о разработке новых бюджетного и налогового кодексов, инвестиционной политики и развитии государственного частного партнерства. Наряду с этим президент был проинформирован о реализации концепции развития сельских территорий. За этот год планируется провести 1800 проектов в 771 селе. Сегодня присутствовал на приеме у главы государства, доложил о направлениях деятельности, которыми занимается Министерство национальной экономики, в частности по обеспечению устойчивого экономического роста через инвестиционную политику, через реализацию региональных документов, в том числе концепции развития сельских территорий. Доложился о подготовке новых бюджетного и налогового кодексов, в том числе по подготовке подходов налоговой политики, по инвестиционной политике. В целом, по итогам данной встречи были даны соответствующие поручения и также поручения эффективно и качественно реализовывать реформы. Министр финансов США Джанет Елен не согласна с решением рейтингового агентства Moody's ухудшить со стабильного до негативного прогноза по рейтингу Соединенных Штатов. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам совещания глав и представителей финансовых ведомств стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Джанет Елен подчеркнула, что базовые показатели американской экономики демонстрируют положительную динамику. Кроме того, министр заявила, что риск прекращения финансирования американского правительства создает ненужные проблемы для экономики Соединенных Штатов. Шатдаун создаст ненужные экономические проблемы в то время, когда экономика США развивается хорошо и движется в нужном направлении. Я знаю, что в Конгрессе ведутся активные переговоры в попытке найти способ решения проблемы, и что администрация активно взаимодействует с Конгрессом. Надеюсь, что мы найдем удовлетворительное решение. Баку и Белград заключат два важных соглашения в энергетической отрасли по информации Министерства энергетики Азербайджана. Документы планируются подписать в ходе встречи министров двух стран Первиза Шахбазова и Дубравки Джедович Хандович в Баку. В частности, речь идет о меморандуме о взаимопонимании между Министерством энергетики Азербайджана и Министерством горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии. Стороны намерены оговорить содействие сотрудничества между государственной нефтяной компанией Азербайджана Сокар и Сбрикжегаз. Также на повестке дня договоренности между компаниями по продаже газа. Ну что ж, к этому часу у нас пока все. Мы будем и дальше следить за ходом событий как в мире, так и в регионе. Медина. Спасибо. Новости экономики представила моя коллега Анастасия Панарина. И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с телеканалом Сибиси и слушайте нас на Сибиси-ФМ. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok